Павлова, Санкт-Петербург. Пожалуйста, Ирина Геннадьевна. Извините, постстрессорное нейровоспаление и состав микробиота кишечника укрыс линий с различной возбудимостью нервной системы. Здравствуйте, коллеги. Я действительно предоставляю работу, которая является плодом сотрудничества с Институтом физиологии Павлова. И посвящена исследованию роли хронического стресса в развитии симптомов психопатологии. Не думаю, что в этой аудитории надо особо останавливаться на актуальности этой темы. Да и вообще сейчас в любой аудитории, мне кажется, понятно, что эта тема актуальна. У каждого из нас есть как минимум один знакомый, у которого есть те или иные симптомы психопатологии. И каждый из этих людей знает, как сложно подобрать какую-то коррекцию, какие-то лекарства. В первую очередь, потому что нам непонятен патогенез и, в общем-то, этиология этих заболеваний. Тем не менее, на сегодняшний день есть такая договоренность о том, что, по-видимому, в развитии этих расстройств, с одной стороны, большую роль играет генетическая уязвимость, с другой стороны, среда. И вот вчера на одном из симпозиумов речь шла о гипотезе двойного удара. По-видимому, важно как стрессорное воздействие в раннем возрасте, так и последующие какие-то эпизоды, связанные со стрессом, которые могут, наложившись на эту генетическую уязвимость, приводить к тем или иным поведенческим симптомам стресса. При этом, конечно же, есть некоторые факторы, которые даже при наличии уязвимости могут поддерживать физиологическое состояние нервной системы таким образом, что этих симптомов не будет. Или они будут выражены слабо. Однако при этом мы довольно плохо понимаем, что это за уязвимость, довольно плохо понимаем, каким образом разные факторы среды вносят вклад в развитие психопатологии. И есть несколько подходов к изучению всего этого. С одной стороны, есть подход, который называется «сверху вниз». Здесь речь идет о том, что сначала мы наблюдаем симптомы симптомы этих расстройств, пытаемся их как-то выделить у человека на клинической выборке. Далее мы пытаемся найти более-менее объективные способы измерить эти симптомы. Дальше опускаемся на уровни исследования мозга, тоже на всех уровнях его организации, пока в конечном итоге не дойдем до генетического уровня, до молекулярно-генетического. Есть исследования, которые идут в обратном направлении, снизу вверх, когда сначала внимание обращается на различные особенности генетические, мутации, вариации, и дальше поднимаются к фенотипу поведенческому. Но несмотря на то, что одновременно эти два подхода используются, в общем-то ни снизу вверх, ни сверху вниз, не привело к какому-то серьезному успеху, потому что ни биомаркеров нет, ни понимания этиологии и патогенеза нет, ни эффективного лечения тоже на сегодняшний день нет. Но это просто показывает, что эта проблема сложная. И когда мы вносим сюда еще и исследования на модельных объектах, на животных, мы еще больше усложняем дело, потому что я очень благодарна сегодняшнему докладчику, который рассказывал об индивидуальном подходе к изучению поведения, потому что с этим тоже что-то надо делать в наших исследованиях. Но тем не менее мы люди стрессоустойчивые и все равно решили заняться этой сложной темой и обратили внимание на проблему нейровоспаления, постстрессорного нейровоспаления в частности, которая тоже в последние годы рассматривается как один из возможных ведущих факторов развития неблагоприятных изменений в мозге, которые в конечном итоге приводят к нарушениям поведенческим. Известно на сегодняшний день, это неплохо воспроизводится, что различные классические модели стресса, они у животных вызывают нейровоспаление, признаки нейровоспаления, в частности, активацию микроглии, экспрессию всех провоспалительных факторов и так далее. Мы в своей работе использовали длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие, я чуть позже о нем расскажу, как оно действует на микроглию, на нейровоспаление, не было известно. Ну и еще один момент, который отличает нашу работу от многих других, связан с одной стороны с тем, что у нас объект исследования, то есть сами животные, они, это линия, которая селектирована в Институте физиологии имени Павлова, и эти крысы отличаются уровнем возбудимости нервной системы, высокий и низкий уровень возбудимости. Ну и мы сконцентрировались на том, чтобы оценить выраженность нейровоспаления, но тоже, что важно, на наш взгляд, на разных сроках после стресса, потому что чаще всего мы в работах видим, что один, максимум два таких временных промежутка берутся после стрессорного воздействия. И кроме нейровоспаления, зная о том, что сегодня, это вот как раз конец доклада, который был передо мной, зная о том, что сегодня ось микробиота кишечник-мозг тоже рассматривается как один из крупных таких игроков, которые могут влиять на развитие нервной системы, на ее функционирование в позднем антогенезе, более позднем, мы задались вопросом также, как различия в постстрессорные различия в микробиотике кишечника могут вносить свой вклад в развитие и нейровоспаления, и поведенческих нарушений. Я не буду подробно останавливаться на самом объекте. Это линии крыс, которые селектированы еще с 70-х годов, и сейчас эти линии поддерживаются. Селекция шла по порогу возбудимости большеберцового нерва. Это довольно удачная, на наш взгляд, модель, потому что здесь все-таки селекция шла не по поведению, не по какому-то сложному, тяжело измеримому признаку, а все-таки по объективно измеряемому. Соответственно, у нас есть линия с высоким порогом, но низкой возбудимостью, и низкий порог, но высокая возбудимость. Вот модель стресса, которую мы использовали. Это длительное эмоционально-болевое стрессорное воздействие. Длительное, потому что это 15 дней ежедневного воздействия. Почему эмоционально? Потому что здесь сочетался фуд-шок с цветовым сигналом, но сочетался в непредсказуемой последовательности, стахастическая схема, и поэтому животное не могло выработать условный рефлекс. И болевое, потому что это все-таки связано с фуд-шоком. Методы, которые мы использовали для оценки поведения, это стандартное открытое поле, приподнятый крестообразный лабиринт. При этом фиксировали поведение через день, 7 дней, 24 и 60 дней, после окончания стрессового протокола. Ну и, соответственно, контрольные группы тестировали в эти же временные промежутки. И в эти же временные промежутки мы проводили оценку периферического воспаления. С одной стороны, мы оценивали такую простую, делали простой тест. Это оценка соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, которые показывают периферическое воспаление. С другой стороны, с помощью ПЦР, реал-тайм, мы определили уровень МРНК двух основных провоспалительных цитокинов, интерлекин-1-бета и ТНФ. А нейровоспаление мы оценивали в трех структурах, которые задействованы в постстрессорных поведенческих нарушениях, как известно, префронтальная кора и гиппокамп. И мы ввели там подсчет количества микроглиальных клеток, окрашенных иммуногистохимически на маркер ИБА-1. Ну и также реал-тайм ПЦР на провоспалительные цитокины. Кроме того, был оценен уровень МРНК-беденф, так как это основной нейротрофин. И он может показывать функциональное состояние клеток нервной ткани. И проанализировали микробиоту стула крыс с помощью секвенирования ГЭДН-16С на иллюмине МИСЕК. В первую очередь познакомлюсь с результатами поведенческого тестирования. Хотя не буду на них подробно останавливаться. В принципе, мы здесь ничего нового не сделали. Поведенческие изменения эти исследовались и ранее. Линия давно селектирована, но нам важно было подтвердить, что эти изменения есть. В общем-то, в ответ на стресс у линии высокий порог, они низковозбудимые, мы не наблюдали каких-то изменений пострессорных в открытом поле, пока не прошло 60 дней после стресса. Вот в точке 60 дней после стресса мы видим по некоторым, всего лишь по двум показателям, время неподвижности и время, затраченное на груминг. Мы видим, что через 60 дней вот эта активность снижается. В открытом поле высоковозбудимые животные, они начинают раньше демонстрировать изменения. И эти изменения имеют такую динамику неоднозначную, непростую. На самом деле мы видим, что в 24 дня уже видно снижение исследовательского поведения в этом тесте. Но, например, в 7 дней мы видим увеличение неспецифической локомоторной активности, которая исчезает потом на последующих временных промежутках. Поэтому, на наш взгляд, важно в динамике тоже смотреть, потому что, если сделать один срез временной, то мы бы многого не увидели и не узнали, что будет дальше. Приподнятый крестообразный лабиринт низковозбудимые животные не демонстрируют никаких эффектов стресса ни в одной временной точке. Исследовательская активность у высоковозбудимых животных снижается довольно рано, уже через 24 часа по некоторым показателям есть снижение, и оно сохраняется, если смотреть разные параметры, по-разному, но в целом так или иначе эти изменения мы наблюдаем. Далее мы оценили периферическое воспаление по мазку крови, который окрашен был по гимзе. И данный рисунок демонстрирует исследования крыс, которые относились к экспериментальной группе двух линий. То есть это до стресса, через день, через семьи, это одни и те же животные, потому что был мазок из хвостовой вены, кровь брали, то есть их не декапитировали в этом случае, вот в эти дни. И мы видим, что линия, которая низковозбудимая, у нее формула сдвигается, ну это так называемый сдвиг влево, который свидетельствует о том, что воспаления нет, наоборот, по-видимому, могут работать какие-то противовоспалительные механизмы, и провоспалительное действие здесь, которое проявляется уже через сутки и сохраняется на протяжении недели. Что касается цитокинов в крови, то там эффекты стресса мы не наблюдали. В гиппокампе подсчет клеток иммунопозитивных КБ1, маркеру микроглии, показывает, что также высоковозбудимые животные, они показывают увеличение количества клеток во всех трех изученных областях гиппокампа. И в данном случае мы можем сказать только о том, что это число клеток изменилось, потому что для того, чтобы сделать вывод об активации этих клеток, нужно еще изучать морфологию, морфологические характеристики. Далее я обобщу здесь, это обобщение того, что я только что сказала. То есть, с одной стороны, мы наблюдаем у низкопороговой высоковозбудимой линии более выраженные изменения поведенческие в ответ на стресс, и, с другой стороны, мы также видим больше признаков, свидетельствующих о нейровоспалении. Хотя нельзя сказать, что совсем ничего не проявляется у линии низковозбудимых животных. В префронтальной коре, кстати говоря, изменения в отношении числа микроглиальных клеток не было. Пострессорные изменения цитокинов в мозге и крови были выявлены также больше у животных, которые относятся к группе, к линии высоковозбудимых. То есть, в гиппокампе через 24 дня увеличение интерлекина 1 бета мы наблюдали. Уровень BDNF в префронтальной коре и в гиппокампе снижается также у высоковозбудимых животных. Но вот в случае гиппокампа это снижение значимым оказывается только на 60 дней. Хотя 7 дней вроде бы тоже, как кажется, но статистика говорит нам, что нет. Ну и, наконец, микробиоты кишечника. Интересно, что оценка вот этих индексов свидетельствует о разнообразии микробиоты кишечника. И здесь данные по контрольным, по интактным животным, то есть это межлинейные различия. И мы видим, что даже в физиологических условиях высоковозбудимые животные имеют значимые более низкие уровни разнообразия микробиоты. А это тоже в литературе хорошо описано, что обычно сочетается и у человека, и на животных это показано. Сочетается как раз с повышенными уровнями провоспалительных маркеров. Ну и это наблюдается при многих психопатологиях. Тем не менее, если посмотреть на конкретные микроорганизмы, то изменения постсрессорные мы наблюдали более динамично и более выраженно в группе, как раз, казалось бы, более устойчивых животных. Это вот низковозбудимые животные. Ну а в целом так вот все соответствует ожидаемым из литературы следующим данным, что стресс хронически оказывает, например, вот такое действие, ингибирующее на бактерии рода лактобацилус, например. Которые, кстати говоря, как тоже показано, что способны снижать провоспалительный ответ. Вот, по-видимому, их не хватает. Ну и в целом, делая вывод о микробиоте, получилась интересная вещь, что линия ВП, которая низковозбудимая, она характеризуется более динамичными изменениями в микробиоте кишечники. При том, что изначально у нее разнообразие микроорганизмов больше. То есть потенциал вот такой, связанный с возможными там какими-то метаболитами микроорганизмов, которые могут влиять на разные физиологические процессы, да, вот у этой линии больше. Но в целом и та, и другая линия в ответ на стресс в конечном итоге приходят к одному и тому же соотношению, например, вот бактерий фермикутов и бактериоидов. То есть, опять же, в литературе хорошо доказано, что в ответ на хронический стресс и у человека, и у грызунов будет вот в конечном итоге вот такое соотношение. То есть изначально в норме больше фермикутов представленность, а после стресса вот становится приблизительно 50 на 50. Но мы видим, что эти животные пришли разными путями к вот этим вот изменениям. Да, вот здесь было более, как бы, такое серьезное, более динамичное эти изменения. Ну и в конечном итоге можно приблизительно пока сформулировать вот такую вот схему, что животные двух линий, отличаясь изначально по разнообразию микроорганизмов в кишечнике, возможно, это как-то влияет на их адаптационный потенциал. И поэтому мы наблюдаем, что у высоковозбудимых животных при сниженном разнообразии микробиоты каким-то образом нарушен провоспалительный ответ в ответ на стресс, что приводит к более драматическим изменениям в нервной ткани. И, естественно, это сказывается на их поведении. В то время как разнообразие микробиоты и, соответственно, метаболитов их, которые потенциально, как мы знаем, могут влиять и на эпигенетические модификации, в том числе генов, которые связаны с нейровоспалением, возможно, это как-то предотвращает какие-то серьезные воспалительные ответы в мозге этих животных. Ну, разрешите уже за дефицитом времени не касаться вот этих больших выводов, которые у нас есть. Спасибо за внимание. Если какие-то есть вопросы или предложения, я буду очень рада. Спасибо. Спасибо, Ирина Геннадьевна. 18.35, и, к сожалению, у нас нет возможности для дискуссии, хотя, конечно, много были интересные доклады и есть вопросы, но предлагаю перенести это все уже в кулуар.